Этого торжественного момента ждали более трёх лет. Главы Нинецкой нефтяной компании и Нарьянмара подписали соглашение о передаче детского сада на лесозаводе. Теперь учреждение на 220 мест принадлежит городу, который в этом году отмечает 80-летие. Такому подарку жители Заполярной столицы будут особенно рады. Нефтяники выполнили свою огромную задачу, своё поручение, которое было дано в своё время губернаторам. Они выполнили это блестяще. Детский садик построен, и самое главное нам приятно в канун 80-летия города Нарьянмара. Хорошая традиция, когда нефтяники нам всегда дарят объекты социальной сферы. Многие знаете, что нам был подарок сделан в районе лесозавода школа на 190 мест, детский садик на 300 мест. И вот очередной подарок от нефтяников в детский садик, мне 220 мест. Ненецкая нефтяная компания подписала договор с округом на строительство учреждения в 2012 году. Собственными силами и с помощью окружной компании Нарьянмарстрой на лесозаводе появился современный детский сад. Постарались всё-таки успеть закончить садик в начале учебного года. Ну, для детей садик – это не учебный год, но, тем не менее, начало, скажем так, сезона. Кое-что ещё сейчас доделываем, дорогу. Ну, я думаю, что в ближайшее время мы её закончим. Новострой станет вторым домом для малышей от полутора до шести лет. 12 групп будут комплектоваться из детей, стоящих в очереди. Те родители, которые захотят перейти из городских детских садов, вернуться в свой микрорайон, в новый благоустроенный детский сад, мы рады им помочь. Они могут к нам обращаться в управление образования, и мы поможем этим родителям. Мы ведь не снимаем напряжение сейчас совсем из очереди. На сегодняшний день больше 400 детей от двух до трёх лет по указу президента в очереди находятся. По указу президента все дети трёхлетнего возраста должны посещать детский сад. Каждому ребёнку возраста от двух до трёх каждый день может исполниться три года. И вот мы всё равно находимся в такой сложной ситуации. Мы не сможем обеспечить на сто процентов пока. Пока завершается ремонт, директору новостроя Галине Агафоновой предстоит сформировать коллектив. В детском саду будут работать 88 человек. Параллельно руководитель организует работу по подготовке помещений, игровых кабинетов, столовой, двух спортзалов и двух музыкальных комнат. Там необходимо вымыть полы, расставить мебель, игровой инвентарь, оформить стенды. Постепенно просторное двухэтажное здание приобретает уютный и домашний вид. До того момента, когда теремок откроет свои двери первым малышам, осталось совсем немного времени. Образовательному учреждению необходимо получить лицензию, оборудовать здание современной системой видеонаблюдения и построить удобную подъездную дорогу для автомобилей. Закончить все работы планируется в ближайшее время.